Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». В студии ведущий программы Роберт Хасанов, а в гостях у нас первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации Андрей Юрьевич Петухов. Здравствуйте! Рады приветствовать вас в стенах Казанского федерального университета. Сегодня мы поговорим о молодежной политике в Республике Татарстан и в Российской Федерации, поэтому если вы студент, то обязательно досмотрите это интервью до конца. Информация будет вам полезна. Итак, Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации. Что это такое и как она работает? Спасибо большое за вопрос, большое спасибо вообще за возможность выступить, рассказать про деятельность нашей организации, в принципе, про молодежную политику, потому что, действительно, это большая работа, которая проводится со всех, с разных органов, и очень важно, чтобы молодежь, студенты об этой работе тоже знали, участвовали в этом, и тот потенциал, который у них есть, они его тратили на позитивные дела, не только на дела нашей организации, но, в принципе, на позитивные дела. Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации – это ассоциация. Вот есть, например, ассоциация ательеров, есть ассоциация рестораторов, а мы – ассоциация молодежных правительств. На территории Российской Федерации на данный момент работают около 65 молодежных правительств в разных регионах. Вот мы их объединяем, мы некий координирующий, объединяющий орган, которые не говорим, что делать, потому что все-таки чем заниматься молодежным правительством, это определяет регион, это определяет комитет по делам молодежи, губернатор, местные власти, назовем их так. А мы в данном случае объединяем их, смотрим, какой есть наиболее интересный опыт у разных молодежных правительств, распространяем его, ну и помогаем, в принципе, молодежным правительствам как-то развиваться по разным векторам. У нас есть свои федеральные проекты, которым мы предлагаем поучаствовать, как членам ассоциации, так и, в принципе, широкой прослойке молодежи. Вообще, ассоциация молодежных правительств в этом году отметила свою чартовую дюжину, 13 лет нам в этом году. А если говорить про историю молодежных правительств, то первое молодежное правительство было создано в 96-м году, и только спустя какое-то определенное количество времени появилась ассоциация, то есть, когда уже появились разные молодежные правительства, появился запрос на какой-то орган, который бы объединил их всех, и что появилась площадка, на которой можно было бы собираться и рассказывать про себя. Одна из основных таких площадок – это съезд ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, который у нас недавно завершился, вот буквально 4 октября он завершился, и все разъехались по домам. Съезд ассоциации молодежных правительств – это, в принципе, очень здоровское мероприятие, хотя бы потому, что первые семь съездов, они прошли все только чисто на территорию города Москва. А вот предыдущий председатель ассоциации молодежных правительств Сергей Конев принял очень правильное и верное решение. Съезд начал проводиться в разных городах России, чтобы мы, как ассоциация молодежных правительств России, как разные молодежные правительства своих регионов видели, в том числе разные уголки России. И на данный момент съезд уже прошел в Воронеже, в Казани, конечно же, как без нас, за полярным кругом в Салихарде. Он прошел в Ульяновске, Красноярске, Сибирь мы посмотрели. Вот в этом году он проходил Южно-Сахалинск. Первый раз мы оказались в Дальневосточном федеральном округе, очень интересный регион, насыщенный, красивый. И первый раз мы провели съезд там. В рамках съезда мы всегда говорим о разных вещах. То есть мы смотрим, чем занимается молодежная правительство. Как раз-таки мы выискиваем там те интересные практики, которые есть. Мы избираем, выбираем Координационный совет Ассоциации молодежных правительств. Чтобы тоже было понимание, у Ассоциации есть свой рабочий орган. У нас есть президиум, куда входит председатель, три заместителя, председатель и руководитель аппарата. Есть Координационный совет. Координационный совет – это координатор по федеральным округам. Вообще вся абсолютно Ассоциация, она разбросана, ну вот даже весь президиум и Координационный совет разбросан по всей России. И когда случилась пандемия и удаленка, для нас не изменилось ничего в управлении именно Ассоциации, потому что мы и до этого только со скайпа на зум теперь перешли, вам просто было поудобнее. А раньше мы сидели там, разговаривали в скайпе. У нас есть координаторы в каждом федеральном округе, и вот как раз-таки на Сахалине мы их переизбрали. Ну какие-то остались те же самые, у каких-то случилось кадровое переназначение, кто-то переехал, поэтому там надо было поменять координаторов. Это все съезд Сахалин, плюс мы подвели итоги ежегодного рейтинга Ассоциации молодежного правительства, где-то уже 7-8 лет мы начали рейтинговать молодежное правительство. Как я уже сказал, вообще молодежное правительство это прерогатива субъекта Российской Федерации, как оно должно выглядеть. Например, вот молодежное правительство Республики Торстан, оно такое. Молодежное правительство там Ульяновской области, хоть и две соседние республики, но там оно совершенно по-другому выглядит. Например, Якутия, это молодежное правительство Республики Якутии, там действующие государственные чиновники сидят, там в ранге министров, заместителей министров, и вот они объединяют такое молодежное правительство. То есть везде по-разному, но важно как-то оценивать, кто лучше работает, кто в чем больше преуспел. И мы создали такую систему рейтинга, но мы о ней, наверное, еще чуть поговорим попозже подробнее. Но вот, тем не менее, на съезде мы как раз подвели итоги рейтинга, раздали награды, вручили. Сейчас мы пишем тоже письма губернаторам, рассказываем, в каком субъекте, на каком месте их молодежное правительство находится. Чем занимаются активисты и руководители в рамках молодежной политики? Тут, ну, я могу отвечать за ту организацию, в которой я на данный момент, можно сказать, работаю, хотя это общественная работа, как бы денег мы не получаем, то есть я тоже тот же самый активист, на самом деле, как и все остальные. Просто у меня есть чуть побольше функций и чуть побольше обязанностей, мне чуть побольше ответственности лежит за то, что мы делаем. Активисты абсолютно разные позиции. На самом деле, ну, если посмотреть мой карьерный путь, там, по общественной линии, то я начинал с городского студенчика совета города Набережной Челны, до сих пор люблю, уважаю эту организацию, мы с ней до сих пор общаемся, и с молодой гвардией Набережной Челны. И первая моя позиция, которая у меня была, я махал флагом на мероприятиях молодой гвардии, а у городского студенчика совета я там либо был на регистрации, либо там кого-то где-то встречал, ну, либо какие-то бумаги распечатал, давал. То есть это вот первая позиция, я когда пришел, мне было 15-16 лет, ну, да, 16-17 где-то, 15 мне было лет, действительно. И первое, ну, как бы, что я мог выполнять, то я и делал. То есть другие ребята уже коммуницировали с кем-то из чиновников, коммуницировали там с руководством вуза, ну, то есть осуществляли какие-то коммуникативные навыки. Кто-то уже осуществлял там организационные навыки, да, то есть он организовывал это мероприятие. Кто-то, как вы, например, там были пресс-службы, которая тоже, у нас была газета инициатива, я успел поработать, кстати говоря, еще тоже, пописать в эту газету инициативу статьи. Мне это очень нравилось, очень хорошо развивает, на самом деле, и письмо, и мысли очень хорошо структурируются. Но сейчас я уже, к сожалению, это прекратил. Поэтому, в принципе, есть много разных позиций. Вопрос только в том, что сам хочет молодой человек, первое. А второе, что он может. Ну, зачастую в молодежную политику приходят ребята, люди, которые сразу хотят быть руководителями проектов, но им, конечно, начать бы с чего-то чуть поменьше. И я абсолютно, то есть, ну, не чураюсь ничего. Там бывают мероприятия, на которых я и сам стулья могу потаскать, только потому что я вижу, что этот блок сейчас там провиснет, и никого нет. Это надо воспринимать, то есть надо либо любить и отдаваться работе, и делать все, что от тебя зависит для того, чтобы мероприятие или что-то еще прошло на одну ступеньку выше, чем оно в тот раз прошло. Либо, наверное, искать себя в чем-то другом, потому что я считаю, что молодежная политика, она не столько про амбиции, сколько про содержание. Надо прокачивать себя, прокачивать свое внутреннее содержание, и за счет этого становиться там каждый раз на другую ступеньку. Я прошел, ну, мне кажется, через абсолютно все функции, которые есть в мероприятиях. Я и много лет отвечал, и до сих пор иногда на мероприятиях отвечаю за, например, встречи провода гостей-участников. Я был и на питании, и на проживании, и флагом махал, как я уже сказал, и в технической группе был. И это очень здорово. Я знаю абсолютно все процессы, которые происходят внутри мероприятия, и за счет этого я, когда руковожу мероприятием, я понимаю, на что, сколько понадобится времени. И какие-то иногда причины, которым мне иногда хотят рассказать, что это по-другому, я абсолютно точно знаю, как это должно быть, как это может быть. Если человек не может это, то очень жалко. В Ассоциации молодежных правительств сейчас состоит более 20 тысяч участников, если я не ошибаюсь. Вообще, как много студентов становятся активистами, идут в общественную деятельность? На своем примере могу сказать, допустим, берем мою группу, в которой я учусь, нас 22 человека. В общественной деятельности задействовано 20%. Ну, раз все-таки вы упомянули пресс-службу, и это наш профиль, то 50%. У нас очень ответственные студенты в моей группе. Достаточно ли этого количества активистов, и должно ли их быть больше? Должно ли больше человек проявлять лидерские качества? То есть, допустим, когда в группе появляется несколько человек, которые пытаются выполнять роль старост, и группа разваливается. Должно ли быть больше активистов и лидеров среди студентов? Спасибо. Мне кажется, что в какое-то время мы, ну, то есть, мы как Россия, мы как Татарстан допустили где-то немножко ошибку в образовании, когда мы начали говорить о роли лидера, о том, что все должны быть лидерами. Я считаю, что все должны быть командными игроками. Лидерские качества должны быть присущи, но в целом человек не должен быть именно лидером. На самом деле, если там посмотреть, ну, там, абсолютно разные тесты, абсолютно разные теории команд, то в команде нужны все, и активист, и лидер, и добытчик ресурсов, и, там, финишер, который, ну, то есть, абсолютно разные роли есть в команде. И важно, чтобы люди хотели работать в команде. Лидерские качества, они, безусловно, важны. Но лидерские качества, к сожалению, студента, там, тем более школьники, зачастую, ну, понимают, как либо громче выкрикнуть, либо там кого-то за собой позвать. Лидерство не только про это. Лидерство – это же еще и про ответственность за то, что ты выкрикнул за тех людей, которые за тебя пошли, и там, ну, там, с которым ты что-то делаешь. Поэтому тут я считаю, что лидеров должно быть много, но все эти лидеры должны понимать, что сегодня ты лидер на этой позиции, завтра ты на этой позиции должен уметь встраиваться в коллектив. Зачастую у молодых людей, особенно, ну, на мой взгляд, возникает чувство фурстрации, да, то есть нам же говорили, что мы все лидерами будут. Действительно, там, миллионы лидеров, они не нужны. Но миллион людей с лидерскими качествами, которые в любой момент могут подменить собой там другого человека, вот об этом, если говорить, это, безусловно, очень важный процесс. Но миллион лидеров там здесь сейчас, не знаю, насколько это важно. Но, тем не менее, если говорить про молодежную организацию, я считаю, что чем больше, тем лучше. Молодежная организация, кроме всего остального, кроме того, что ты действительно влияешь на какие-то процессы внутри страны, ты можешь помогать, ну, то есть в данном случае мы помогаем молодежи развиваться, мы помогаем молодежи расти. Ты можешь помогать также вот в этом. Ты можешь помогать там бабушкам через дорогу переходить, ты можешь больным детям помогать. Ну, то есть у тебя, в принципе, есть много возможностей делать полезного через молодежную организацию. Но кроме этого, это же еще и очень полезное знакомство, которое ты можешь заводить. Я не только в плане связи, я в принципе в плане друзей, каких-то знакомых, будущего работодателя, еще что-то. Самое главное, это твой опыт. Очень многие студенты задают вопрос, что, мол, заканчиваешь вуз, все хотят только, чтобы пришел человек со стажем. Вот это извечное вопрос, откуда стаж взять? Отвечаю, приходите в общественную организацию, проявляйте себя. Показывайте, приобретайте стаж. Да, можно пойти куда-то на полставки работать, но насколько там, во-первых, тебя возьмут, опять-таки, потому что даже на полставки зачастую нужно со стажем. А во-вторых, все-таки будет отрыв от учебы. Общественная деятельность, она потому и общественная, что ты занимаешься этим ровно столько, сколько ты можешь этим заниматься, без отрыва от учебы и так далее. Поэтому здесь большой плюс для всех молодых людей, которые хотят этим заниматься. Я считаю, что молодежи в общественной организации «Приток» должен быть больше. Ну, просто молодежь пока не сумела развидеть вот это вот, увидеть эту пользу. Ответил? Да. Вы сказали, что в общественной деятельности нужно быть командным игроком. Если посмотреть на ваш тернистый путь от обычного рядового активиста до первого заместителя председателя Ассоциации молодежных правительств, как вам кажется, вам больше нравилось выполнять лидерскую роль или роль подчиненного? По-разному. Хороший очень вопрос, но по-разному. Там, где ты не понимаешь процесс и не понимаешь, о чем идет речь, конечно же, какую лидерскую функцию можно выполнять. Я с удовольствием учился, особенно когда руководитель хороший. Мне очень повезло с руководителем. Действительно, все руководители, которые у меня были в общественных объединениях, они мне давали очень много. То есть основные качества, основное мировосприятие, как что должно происходить, я взял от них. Поэтому за это большое спасибо. И мне никогда не было каких-то... Ну, вот действительно, если бы я 14 лет назад, 15 лет назад стоя с флагом, думал о том, что я буду там не возглавлять, но быть в топ-менеджменте Всероссийской федеральной организации, я бы, наверное, не поверил. То есть это не было самоцелью. Мне просто нравилось, мне нравился городской студенческий совет. И я тогда предложил очень простую идею, кстати говоря, она до сих пор реализуется. Давайте будем взаимодействовать со всеми общественными организациями города. Мы создали там отдельную должность, это ответственность за взаимодействие с детскими молодежными общественными объединениями города Набежные Челны. До сих пор человек этот есть. После того, как я уехал в Казань, поступил в ВУЗ, начал здесь учиться, я занялся антикоррупцией. Мне очень нравилась эта тема, я ее очень хорошо знаю, очень хорошо понимаю. Я тогда городском студенческом совету города Набежные Челны предложил введить его должность тоже по антикоррупционную комиссию. Давайте создадим при ГССе. То есть там, где я что-то не понимал, я учился, там я был исполнителем. Там, где я что-то уже начинал понимать, тоже спасибо моим руководителям, они всегда говорили, «Окей, давай ты здесь попробуешь быть руководителем, давай ты здесь попробуешь быть руководителем». И как раз-таки вот эти компетенции, они дальше продолжали развиваться, нарастать. Вы уже начали говорить про мероприятия Ассоциации молодежных правительств, затронули Всероссийский съезд, который закончился 4 октября. И пора поговорить про мероприятия. Как раз Ассоциации, у вас их несколько. Флагманским можно назвать тот самый Всероссийский съезд, а также не менее значимым является антикоррупционный форум. Расскажите про эти мероприятия. Я, наверное, даже расскажу сразу про три мероприятия. Во-первых, это Всероссийский молодежный антикоррупционный форум. Во-вторых, это Всероссийский проект «Прокадры». И в-третьих, это Кейс-чемпионат «Молодые решения». Молодежный антикоррупционный форум. Ну, соответственно, я сказал, что я раньше занимался темой антикоррупции. Мы очень тесно работали с управлением президентом Республики Таштан по вопросам антикоррупционной политики. И до сих пор мы с ними взаимодействуем. И в какой-то момент мы начали смотреть, кто чем еще занимается вообще в принципе в России. Оказалось, что кроме Республики Таштан есть еще антикоррупционный проект и в других регионах России. Причем в части из них это как раз делают молодежные правительства. И поступила идея предложения. Тут я скрывать не буду, это была идея от собственного управления антикоррупционной политики, что давайте мы соберем здесь у нас в Татарстане. Все-таки наш опыт, он передовой. По молодежной антикоррупционной политике в Республике Таштан это передовой опыт. Не только потому, что я эту деятельность начинал, как бы это ни скромно было. Нет, сильно. Потому что здесь очень сильная команда собралась. И министерство тогда еще по делам молодежи спорту и туризму поддерживало. И, конечно говоря, конечно же, это антикоррупционное управление. Президент Республики Тарстана это направление, работа с молодежью в антикоррупционном плане, для них это всегда было очень важным направлением. Это очень здравый подход. Рассказывать молодежи о том, что такое коррупция, почему это плохо, когда она еще молодежь, когда еще никто не замарался и не успел там даже про это подумать. И действительно важно молодежь цеплять именно здесь и рассказывать про это именно в этом возрасте. И, собственно говоря, поступила эта идея. Мы здесь на базе Республики Тарстан, на базе города Казань, съехались люди, сейчас, наверное, затруднительно будет сказать, но это точно было больше 50 субъектов Российской Федерации, около 70 субъектов, насколько я помню, которые поделились своим опытом. И действительно есть интересные проекты в Воронеже, в Ульяновске, в Свердловской области, в Якутии есть интересные проекты, в Красноярске, как оказалось, есть целый студенческий антикоррупционный центр. Ну, собственно, вот на протяжении трех дней мы обменивались опытом, наработали там дорожную карту, что было бы здорово сделать совместным. Эту дорожную карту тоже везде распространили. Это антикоррупционный форум. Проект «Прокадры». Долгое время в Ассоциации была возможность проходить стажировки в разных федеральных органах исполнительной власти. Минцифры они проходили стажировки, Минобразование, Минспорта. Мы решили, что надо это объединить и сделать некую одну точку входа и одну точку выхода из проекта. И все это называется российским проектом. Соответственно, сейчас у нас 13 ведомств, которые принимают на стажировку. Это Минкультура Российской Федерации, это Росмолодежь, Минспорта, Образование, ВСИН своих сотрудников тоже с удовольствием приглашают, проходят стажировку и другие. У нас есть заявочная кампания, у нас есть отборочный этап, у нас есть образовательная программа, и потом ребята целенаправленно в одно и то же время проходят стажировку в Москве в этих ведомствах, двухнедельную или месячную. И есть еще кейс-чемпионат молодые решения. Вообще кейс-чемпионатов по стране проходит много, но мы сделали его, все кейсы у нас в сфере госмуниципального управления. То есть это те задачи, те кейсы, которые действительно стоят перед государством. И так как мы объединяем такую активную молодежь с проактивной гражданской позицией, ребята сами предлагают какие-то решения для органов муниципальной, региональной и федеральной власти, как можно было бы ту или иную ситуацию обыграть и сделать по-другому. Как раз сейчас у нас завершилась заявочная кампания второго сезона кейс-чемпионат молодые решения, а финал пройдет с 11 по 14 ноября в городе Нижний Новгород. В этом году Нижний Новгород 800 лет, и они проявили инициативу провести это мероприятие у себя, за что им большое спасибо. Помимо кадровой системы, активисты могут получить гранты. Как именно студент может реализовать свой проект и получить этот грант? С грантами, на самом деле, когда я вымахал флагом в молодой гвардии, это было, ну, то есть это в принципе было, об этом даже нельзя было мечтать, что у тебя есть идея, ты можешь ее описать, и тебе просто на карточку сбережскую скинуть деньги на эту идею. Ну, то есть сейчас именно так. У молодого человека со всей России есть идея, ему не надо никуда ехать в Москву, он просто открыл компьютер, завел эту идею, рассказал про нее, ему эксперты помогли ее правильно оформить, и ты там через какое-то время, если твоя идея действительно экспертам остальным показалась там уникальной, она показалась, что ты ее сможешь реализовать, там много разных критериев, ну, то есть надо хорошо донести мысль, а самое главное, эксперты должны быть уверены, что ты сможешь ее сделать, но тем не менее, тебе действительно могут перечислить деньги на эту идею. Это первый вариант, я говорю сейчас про конкурс грантов физических лиц, второй вариант, это можно прийти в любую там общественную молодежную организацию, юридически зарегистрированную, и попытаться через нее подать заявку уже как юрлицо, это через ФПГ, фонд президентских грантов, либо также через Росмолодежь. Конкурсы, вот эти физлиц, они проходят в течение года, они стартуют где-то весной, летом раздают там первая волна, а потом на каждом форуме федеральном, который проходит, и Волга, Таврида, территория, смыслов, много их, там тоже проходят еще дополнительные вот эти волны, то есть ты, если не успел, где-то у тебя не получилось во время первой волны выиграть грант, то у тебя в течение года еще есть масса возможностей там свой проект доделать, дорассказать о нем, поработать вместе с экспертами, и все-таки свой проект привести к финальной точке, защитить его и получить денежку на его реализацию. Как раз-таки на Всероссийском съезде был подведен рейтинг молодежных правительств. Да, было такое. И специально для наших зрителей, я хочу их зачитать. Итак, топ-5 лучших молодежных правительств. Первое место, Свердловская область, второе место, Красноярский край, третье место, Ульяновская область, четвертое место, Воронежская область, пятое место, Алтайский край. Топ-5 сильных молодежных правительств. Первое место, Чеченская республика, второе место, Ростовская область, третье место, Республика Башкортостан, четвертое место, Ямало-Ненецкий автономный округ, пятое место, Рязанская область. Помимо этого, в номинации «Прорыв года» отличились Чеченская республика и Нижегородская область. Республика Татарстан стала победителем в номинации «Лучший опыт в реализации проектов в области антикоррупционного просвещения молодежи». Очень приятно, на самом деле, что наша республика отличилась именно в этой категории. Я думаю, это прежде всего заслуга нашего бывшего министра по делам молодежи Дамира Фатахова, который смог за время своей работы выстроить конструктивный диалог с молодежью и особенно-то ярко проявилось в январе прошлого года во время массовых митингов, когда министр по делам молодежи вышел напрямую поговорить со студентами, с молодыми людьми, которые просто хотели высказать свои проблемы. И помимо этого, допустим, вы начали говорить про антикоррупционный форум и про реализацию этого направления в России и конкретно в Республике Татарстан. Так вот, хотелось также отметить, что, допустим, в нашем институте есть такой антикоррупционный комитет, которым руководит Максим Бутылин. Также такие комитеты сейчас активно появляются в других институтах. Допустим, такой комитет есть на юридическом факультете и в институте физики. Сейчас это направление действительно в качестве комитетов разрастается в КФУ. В общем, приятно осознавать, что масштабная работа нашего института и масштабная работа вообще молодежной политики в Республике Татарстан была замечена. Однако, такой вопрос. Республика Татарстан не попала в топ-5 рейтинг. Интересно, по каким критериям оценивались регионы в этом рейтинге? И почему Республика Татарстан все-таки не попала в топ-5? Замечательный вопрос, спасибо большое. Я разделю свой ответ на две части. Первая часть, это что касается то, что молодежная пресса Республики Татарстан заняла такую номинацию про организацию работы по антикоррупции. Тут, безусловно, заслуги Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, которые поддерживают инициативы, очень высоки. Но также хочется отметить и управление президентом Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Дело в том, что последние два года молодежному правительству Республики Татарстан было доверено проводить большой республиканский форум, на который приезжают все министры, на который приезжает молодежь. Это вот площадка для диалога, для того, чтобы задать свои вопросы, самые неудобные, в прямом формате, либо какому-то министру, либо в воздух задать, чтобы получить на него ответ. И это очень важно, когда осуществляется такой диалог между властью и молодежью. И когда эксперты оценивали рейтинг, безусловно, это мероприятие было замечено и однозначно всеми поддержано. Тем более здесь молодежная правительство Республики Татарстан разработало антикоррупционный молодежный кодекс. То есть очень много каких практик, что они делают. Это очень интересная история, которую точно хочется транслировать для других регионов. Поэтому в данном случае молодежи с правительством Республики Татарстан мы решили таким образом выделить. Вторая часть вопроса, это по поводу рейтинга. Вообще рейтинг, как я уже сказал, он идет достаточно давно, уже лет 7-8. Каждый год мы меняем эту систему рейтингу. Но не кардинально меняем, но на 10-15% мы что-то стараемся видоизменить, доделать и так далее. Как вы понимаете, сейчас кроме Республики Татарстан все те, кто оказался ниже 10-го места, задают вопрос, почему мы не попали в этот рейтинг. Да даже те, кто в топ-5 не попал, уже как бы достаточно возмущаются. Поэтому мы этот рейтинг делаем настолько кристальным, настолько честным. Его оценивают многие эксперты, причем у нас идет проверка такая круговая, и мы потом друг за другом еще допроверяем, чтобы не было ни у кого вопросов. На самом деле в этом рейтинге тяжело что-то, ну, где-то напортачить и что-то сделать не так. Но все он очень объективный. Чтобы вы понимали, рейтинг состоит из 6 разделов. В каждом разделе порядка 20 пунктов. Ну, то есть, чтобы молодежное правительство то или иное получило там свое какое-то место, им надо заполнить порядка 120 наименований, ну, то есть 120 слов вылетело. В общем, много им надо заполнить, много надо рассказать про свою работу. Это вот вся работа, которая в течение года проводится, она фактически ее можно вот в такой, знаете, трехмерный, трехмерный куб собрать и со всех сторон вот так вот его надо смотреть и в рейтинг подать. Это проектная работа. Сколько ты проектов провел, сколько у тебя человек принял участие, сколько СМИ о нем написало, сколько ты денег на эти проекты провел, сколько человек после этого остался в твоей организации. Это кадровая работа. Сколько человек прошли через стажировки, сколько человек переназначено, сколько человек у тебя пришло в твое молодежное правительство. Это экспертно-аналитическая работа. Что вы, как молодежное правительство, сделали полезного в этом плане? Сколько вы бумажек написали? Какие это бумажки? Что это постановление? Что с ними дальше стало? Их приняли на уровне субъекта или не приняли? Их приняли на уровне российском или не приняли? Это блок муниципального взаимодействия. Все мы понимаем, что на самом деле Россия, наша территория, она состоит из конкретных городов, поселков, деревень, и молодежное правительство красиво назвали, но оно должно объединять не только, ну, то есть как раз-таки оно должно объединять республику, оно должно быть, приземляться в конкретных субъектах, в конкретных муниципальных районах. И речь не только об открытии формальных подразделений каких-то, вот именно в этом пункте у нас как раз-таки какие-то мероприятия провел в муниципальных районах, сколько раз ты туда выехал, сколько у тебя было встреч с молодежью, с главами, какие вопросы удалось решить. Следующий блок, это мой любимый блок СМИ, безусловно, все, что мы делаем, об этом надо обо всем рассказывать, если ты что-то сделал, об этом не рассказал, но, то есть социального эффекта, оно столько не будет. И последний блок, это внешнее взаимодействие, то есть как ты, как молодежное правительство взаимодействует с нами, как с ассоциацией, как оно взаимодействует с субъектом, с властью, ну, то есть молодежное правительство все-таки, оно должно работать не только с молодежью, но и напрямую с региональными исполнительными органами власти, то есть с губернаторами, с министрами, с замминистрами, и доносить конкретно предложения до них. Собственно, вот такую 3D-модель мы составляем, и дальше смотрим уже, кто в чем был лучший. И я очень рад, что последние года этот рейтинг начал обновляться. Был определенный застой в работе молодежного правительства, это в хорошем плане, но, в смысле, были устоявшиеся молодежные правительства, которые работают хорошо. А сейчас появились молодежные правительства, например, Чечня, Башкерия, Риалтай просто ворвались в этот рейтинг, и просто там сразу кто-то в топ-5, кто-то в топ-10. И другие молодежные правительства просто автоматически оттуда вылетели. Это, ну, с одной стороны, плохо для молодежных правительств, которые вылетели, с другой стороны, это хорошо. Это значит, что появляются новые сильные игроки, которые, собственно, тоже о себе очень громко заявляют. Молодежные правительства Республики Татарстан работало хорошо, просто надо в следующем году будет работать еще лучше. Безусловно, тут есть много вопросов. Чтобы молодежные правительства работали хорошо и были в этом рейтинге, ну, точно в пятерке или в десятке, безусловно, большой вопрос – это финансирование. Ну, то есть, без финансирования проекта здесь не сделаешь, потому что там, ну, это хорошо инициативно, ребят, у которых горят глаза, но, тем не менее, там, ну, что-то напечатать, куда-то там съездить и так далее. Это все, к сожалению, требует там больших, небольших, но это требует там финансовых вложений. Большой упор мы сейчас делаем на том, чтобы регионы проводили федеральные мероприятия у себя на площадах там. Татарстан, да, последнее мероприятие было в 2020 году, в начале, в марте, но это вошло в прошлый рейтинг, то есть, за этот сезон федеральных мероприятий, как таковых, не было. Ну, то есть, тут вот просто по ряду факторов, но я очень надеюсь, что, как бы, сейчас просто орковые выводы какие-то будут сделать, где-то там, ну, что-то да усовершенствуют. Опять-таки, это не значит, что молодежное правительство сработало лучше или хуже в том году. На это можно не смотреть. Это значит, что появились три молодежных правительства, как я сказал, Чечня, Башкирия, Алтай, которые отработали суперхорошо. И, ну, то есть, они просто туда вот зашли в этот рейтинг. Не могу не задать вопрос. Если со Свердловской областью, с Екатеринбургом, мне, в принципе, все понятно. Просто я был в Екатеринбурге, я примерно знаком с городом, и мне действительно нравится благоустройство и то, как город создан для молодежи. Как именно отличилась Чеченская республика? Ну, знаете... Что такого вот масштабного она сделала? Они, во-первых, только создались. Во-вторых, они очень тесно взаимодействуют со всеми органами власти. Действительно, они приходят на заседания совместные. Они приносят проекты. Они за год созданий выиграли несколько грантов под молодежность правительства республики Чечни и провели уже там первые мероприятия. У них состоялись хорошие кадровые назначения. Ну, то есть, вот, опять-таки, я прямо говорю по тем блокам, которые... Они очень хорошо освещают всю свою работу в СМИ. То есть, можно набрать молодежность правительства республики Чечни там в Инстаграме, еще где-то. И вы точно увидите об этом новости. То есть, они, в принципе, очень системно начали работать. И они большие молодцы. Раз мы уже начали говорить о республике Татарстан, давайте остановимся на этом векторе общения. Насколько Казань удобный город для молодежи и для реализации проектов молодежной политики? Я считаю, что... Это не только, я так считаю. Это подтверждает ежегодный рейтинг системы ключевых показателей Росмолодежи, который есть, что Татарстан на первом месте уже, ну, там, последние лет пять, если мне не изменяет память. Татарстан суперудобный город. Самый главный показатель Татарстана – это диалог. Это не просто диалог. Ну, не так, что второй, там, каждый второй вторник, там, условно говоря, месяца, там, с девяти до одиннадцати. Это постоянный, ежедневный, ежечасный диалог, объяснение своей позиции, принятие позиции, там, молодежи. Ну, то есть, и это возможность что-то сделать. Поэтому, безусловно, ну, и это просто моя родина – Казань, Катарстан. Поэтому я всегда, конечно же, очень люблю этот город, очень люблю его хвалить. Но, действительно, там, по сравнению со многими субъектами, опять-таки, это не мое субъективное мнение, а это в том числе подтвержденное мнение, там, системы ключевых показателей, то есть, рейтингом Росмолодежи, что Казань стоит на первом месте. Мы с вами поговорили про регионы, и сейчас переключимся конкретно на города, раз уж тем более мы начали говорить про Казань. В каких городах России молодежная политика реализуется на таком же высоком уровне, как в Казани, или, может быть, даже выше? Вот тут, понимаете, тяжело достаточно судить, потому что я, ну, у меня конкретной, есть конкретная организация, по которой я сужу, это молодежное правительство. А ведь кроме молодежного правительства, там есть студенчики объединения, есть политические объединения, есть инфраструктурные проекты, в которые Татарстан вкладывается, там, детские лагеря, молодежные центры. И здесь тяжело, ну, какое-то такое мнение. Но, безусловно, из тех регионов, где я был, безусловно, в топе это Красноярск. Те креативные пространства, которые они отстроили в каждом муниципальном районе, а у них их около 80, там, у нас в республике Тарстан 45, у них около 80. В каждом муниципальном районе есть креативное пространство для молодежи. Каменка, которую они делали вместе с флаконом, ну, это просто уникальное пространство. Ну, и там, работа с молодежью и так далее у них тоже очень построена. Ростовская область хорошо работа идет с молодежью. Это то, из чего, там, из последнего, где я был, что я видел. Есть ли такие сферы нашей жизни, которые остаются без внимания, и активисты молодежного правительства могут подсказать, что, как нужно поменять и обустроить? Как раз таки, есть ли такие сферы, в которых есть конструктивный диалог между активистами и руководителями, и в которых активисты занимают очень важную роль? Так это же как раз значит, что они не остаются без внимания. Значит, ну, если активисты в диалоге с властями, значит, эти проблемы уже без внимания не остались. Но тут все-таки лучше спрашивать у регионов. Ну, потому что мы объединяем все-таки молодежное правительство, и говорить о каких-то конкретных, там, направлениях деятельности тех или иных молодежных правительств. Ну, а мне вообще нравится, что за последние вот несколько лет, за последние, мне кажется, лет 10, молодежная политика, она стала так изменяться, и она начала уходить такие узкие темы. Ну, например, антикоррупция, да, это же очень узкая тема, да, кажется узкая тема, а на самом деле коррупция, она, в принципе, везде, и там, мной, ну, там, экстремизм, еще что-то, еще что-то. То, что случается, это последствия коррупции, последствия того, что где-то недоглядели, где-то что-то подмазали там, да. Но, тем не менее, раньше на эту тему никто не обращал внимания, сейчас эта тема прям флагманская. Поэтому, безусловно, много разных тем появляется дополнительно, где молодежь тоже может себя проявить. Немножечко переформулирую вопрос, в принципе, вы верно меня поняли. Есть ли такие вопросы и проблемы, которые возникают и решаются именно благодаря тому, что эти вопросы, эти проблемы замечают активисты? Да, да, конечно. Помимо антикоррупции. Конечно, да. Наверное, сейчас сходу не достану козырь из рукавов, чтобы сделать, но, безусловно, очень многие вопросы, которые... Ну, то есть, для этого, на самом деле, нужна молодежь, нужны активисты. Там, вот есть государство, у государства есть четкие, понятные задачи. У государства есть свой бюрократический процесс, бюрократический аппарат. А как раз молодежь, общественная организация НКО, они помогают там быстрее, оперативнее реагировать на те процессы, которые происходят. Где-то там какого-то студента обидели, да, где-то там какая-то история появилась. Ну, то есть, и вот есть как раз молодежь, которая готова это все берет и эту проблему обозначает, показывает, вместе с государством решает. Вы в самом начале интервью уже затронули вопрос про структуру Ассоциации молодежных правительств и вообще про молодежную политику в России. Что касается нашей республики. В нашей республике очень много организаций, которые задействованы в молодежной политике и связаны напрямую с молодежью. И на самом деле, даже меня, человек, который готовился к этому интервью, это немного напугало. В каком плане? Допустим, у нас в университете есть департамент по работе с молодежью. Его возглавляет Юлия Владимировна Виноградова. Помимо этого, у нас есть молодежное правительство Республики Татарстан, которые являются как раз-таки субъектом Ассоциации молодежных правительств. А еще есть Лига студентов и Министерство по делам молодежи при Кабинете министров. Так как обычному человеку не запутаться в этой всей структуре и понять, куда с чем обращаться? Все-таки молодежное правительство Республики Татарстан, оно не субъект ассоциации. Оно входит в ассоциацию молодежных правительств, но это все-таки субъектность больше региона, поскольку оно было именно в регионе создано и управляется региональными ребятами. Это уж просто моя этот... хотел поправить. Мне кажется, что тут как бы что на душе угодно, что ты заметил, где ты заметил, ну то есть туда и надо идти. Опять-таки все зависит от того, что интересный человек. Ему интересно правоохранительным движением заниматься, иди в форпост. Интересно быть журналистом, иди журналистом. Хочется бабушкам и там сиротам помогать, иди в соответствующую волонтерскую добровольческую организацию, которых тоже очень много. Хочется заниматься там, быть политиком, научиться говорить, пожалуйста, тебе сюда. Но опять-таки, что в молодежное правительство прийти, просто так активистов там не ждут, и это правильно. Активистам надо, ну до молодежного правительства надо дорасти. В молодежном правительстве это уже сформированные ребята со своими идеями и проектами, которые четко знают, что, как должно работать, но для этого им нужны там выходы в министерство, выходы еще куда-то. Вот, пожалуйста, тебе молодежный правительство. То есть тут немножко другая история. То, что много организаций, я считаю, что наоборот хорошо. В Советском Союзе была одна организация. Там коммунизм-то, эти пионеры, комсомольцы, там октября-то. Но пришел ты в эту организацию, не сложились у тебя отношения там с конкретным человеком, там не понравился тебе коллектив, тебе все, там дальше некуда идти больше. А здесь наоборот хорошо. Ты пришел в одну организацию, себя попробовал, в другую организацию попробовал. Но самое главное, тоже очень много активистов там пробуют. Они приходят месяц в одной, месяц в другой, месяц в третий и так далее. Ну, то есть, потом говорят, ну, что-то мне ничего не понравилось. Ну, наверное, ничего не понравилось, потому что ты, ну, надо определиться, куда. И в одну точку бить. Я всегда считаю, что надо понять, в какую точку бить. И вот, ну, идти по этой структуре. Потому что распыляться, сразу прийти в три организации работать, мне и тут, и там, и там нравится. Опять-таки, ну, ничем хорошим это, наверное, не закончится. Поэтому я считаю, что запутаться нет. Ну, то есть, надо просто внимательно изучить информацию в интернете. Тем более, что в этом плане в Татарстане с медийкой у молодежных организаций, у Министерства молодежи все очень даже хорошо. И просто надо изучать информацию. Мы в КФУ очень тесно работаем со студентами по поводу молодежной политики. Мы часто рассказываем о департаменте по делам молодежи, либо о правкоме. И получаем два вопроса. Во-первых, зачем нам это нужно, почему это важно? Во-вторых, в чем подвох? Ну, не может быть все так хорошо. Вы что, действительно работаете на наше благо и ничего не берете взамен? Давайте с вами проведем небольшую практику. Смотрите, я студент-активист. Член студсовета, к тому же. Молодой, заряженный человек. Почему мне должна быть интересна молодежная политика? При этом я понимаю, что это все добровольно. Общественная деятельность, она не принудительна. Она поэтому и общественная, как вы сами сказали. Почему мне должна быть интересна молодежная политика? И почему она полезна для меня? Попробуйте меня в этом убедить, как человек, который является вашей целевой аудиторией напрямую. Продайте мне эту символическую ручку. Все зависит от того, чего ты хочешь в жизни в дальнейшем. Если ты хочешь закончить вуз, получить диплом и где-то там работать непонятно где, то, безусловно, можешь даже дальше сомневаться, надо ли тебе это, почему я должен делать это бесплатно. На тему красных дипломов я очень люблю анекдот. А как все хорошо начиналось, сказал бомж, раскладывай закуску на красном дипломе. Потому что красный диплом – это совершенно не показатель. В вузе человек получает только 30% знаний, которые ему понадобятся в жизни. Все остальные компетенции он нарабатывает как раз-таки в общественной жизни, на работе и так далее. И чем раньше молодой человек поймет, что надо не только лекции зубрить, это тоже важно, учиться важно, наполнить себя той базой знаний, с которой ты потом пойдешь себя продавать, это очень важно. Но тем не менее вуз вот эти 5 лет, 4 года, которые даются, это не только про то, что надо сидеть зубрить. Надо сидеть, позубрить и дальше идти себя развивать, себя прокачивать, знакомиться с людьми и так далее. Молодежная организация, это кажется, что это… Ну, то есть мне кажется, что это еще активисты должны доплачивать. Ну, и так уж я шучу, конечно. Но сколько дает молодежная организация, это очень много. Это знакомство, это знание. Это вот сейчас какой сферы ни коснись, я, в принципе, знаю, кому позвонить в Республике Тарстан. Ну, там, врачу, учителю, там, пиарщику. Мне что-то надо распечататься, мне куда-то надо машину заказать. Ну, то есть абсолютно все сферы жизни, которые есть, у меня есть знакомые. Только потому, что, как бы, я очень долго этим занимаюсь, очень много с многими людьми я знаком. А со всеми этими людьми я знаком только через вот эти молодежные организации. Поэтому это самый лучший вклад в себя, который можно сделать. Это молодежная организация НКОшки. У нас еще на повестке дня новый мистер по делам молодежи в Республике Татарстан, выпускник Казанского федерального университета Тимур Сулейманов. Недавно он дал интервью, где рассказал, что одним из главных векторов своей работы в будущем он отметил сотрудничество со средствами массовых информаций. Во-первых, хочу сказать, что, Тимур Джавдетович, мы ждем вас в нашу уютную студию на интервью. Во-вторых, хотел спросить вас, помимо сотрудничества со средствами массовых информаций, что еще важно развивать на сегодняшний день в Республике? В плане молодежной политики. Я боюсь, что я что-нибудь скажу, и меня потом коллеги тапками закидают. Ну вот смотрите. Я к тому, что я ведь последние года не занимаюсь молодежной политикой отдельного региона. Я вообще хотел, как раз когда вы говорили, сказать о том, что я очень рад за молодежь Республики Татарстан. Потому что он в надежных руках, Тимур Джавдетович. Он, кроме того, что очень хороший стратег, политик, но он еще и очень хороший практик. Он, собственно говоря, тоже прошел через все эти молодежные организации, через соля, это Лига студентов. У него прекрасное образование, он прекрасный отец, что тоже очень важно. Ну, то есть показывает, как он может, как он умеет. И при этом я просто уверен, что как бы те проблемы, которые есть, Республика Татарстана про них абсолютно точно знает. Просто есть вопросы, ну, то есть почему эти проблемы пока не решаются. Либо нету формулы, по которой эту проблему можно решить. Эту формулу, безусловно, я очень надеюсь, что и молодежь может подсказать. Либо просто это не самые первостепенные проблемы. Ну, вот смотрите, берем тот же самый рейтинг. Вы сказали, что регионы и молодежные правительства этих регионов оценивались по нескольким критериям. Понятное дело, как раз-таки освещение работы молодежных правительств в медиа это один из тех самых пунктов. И Тимур Джавдетович как раз-таки отмечает, что в будущем он будет развивать этот вектор. Вот ориентируясь на те векторы, о которых вы уже рассказали, можете по своему мнению, чисто ваше субъективное мнение, выбрать еще один вектор в развитии молодежной политики в Республике Татарстан, который, вот как вам кажется, неплохо было бы развить, чтобы Татарстан попал в рейтинг. Мы все-таки говорим про молодежную политику или про молодежное правительство? Молодежное правительство. Да, тогда понятно. Мне кажется, что есть над чем поработать именно по муниципальным образованиям. На самом деле, мы когда создавали молодежное правительство Республики Татарстан, нам сказали, что ладно, создали, теперь идите в муниципальные районы, создавайте молодежную администрацию. Я не уверен, что нужна именно молодежная администрация. Но что точно необходимо сфокусироваться на работе, в том числе с молодежью муниципальных районов, это точно. То есть надо на это просто обратить внимание. Есть вопрос по стажировкам. То есть мне кажется, что вопрос практики проведения стажировок, его нужно расширять в Республике Татарстан, в разные ведомства, больше молодежи заходить, то есть чтобы это было не только 20-30 человек, но это больше желающих молодежи могли туда попасть. Безусловно, это мероприятие, это надо, во-первых, подумать еще над какими-то брендовыми мероприятиями молодежной правительства Республики Татарстан, которые были бы интересны для молодежи, для правительства и для молодежного правительства. Ну вот это вот такие векторы по разным направлениям. Закончим разговором про наш университет. Вы выпускник КФУ. Вы закончили учиться здесь в 2013 году. Получается, прошло уже 8 лет. Сегодня вы снова к нам приехали. Я думаю, не в первый раз за эти 8 лет. Как вам кажется? Уже второй, уже лучше. Как вам кажется, как за эти 8 лет изменился университет? Спасибо. На самом деле, вот, ну, у меня была сложная судьба студента, потому что я поступал в Академию Госмуниципального управления при президенте Республики Татарстан. И два года я проучился в ней. Потом ее закрыли. Два года я проучился в КГФИ. И КГФИ закрыли. Год я проучился в Казанской Федеральной Университете. То есть, так получилось, что я проучился в трех вузах и всего за пятилетку. Я два раза, да, был в вузе. Первый раз я был в том году. Это Всероссийский молодежный антикоррупционный форум. Мы делали большое открытие, собственно говоря, в бывшем здании КГФИ. Это вот здание на Бутлерово Казанской Федеральной Университета. И сейчас здесь. Но кроме вот такой молодежной части, я здесь был на курсах повышения квалификации. Я в свое время работал на госслужбе. И когда я был в кадре резерве президента Республики Татарстана, мы все обучение тоже проходили здесь, в Высшей школе государственного муниципального управления. Изменения, но это, конечно, стало вузом действительно федеральным, вузом-гигантом, потому что очень много направлений, очень много специальностей, очень много студентов. Насколько я понимаю, на качестве это не отражается. Насколько я могу видеть. Наоборот, вуз входит в рейтинги, идет борьба за эти рейтинги, и эта борьба все чаще заканчивается победами. Это очень здорово. Когда я в том году был в здании Казанского федерального университета, вот на Бутлерово, то, что было раньше КГФИ, я, конечно, я был в восторге. То здание КГФИ, которое оно было, это было в очень достаточно таком, я ищу формулировки, чтобы сказать, ну, не в том потребном состоянии оно было, в котором студенту комфортно учиться. Сейчас его отремонтировали и сделали просто бомбическим. И это, ну, это большие молодцы. То есть, и остальные здания я тоже вижу, как меняются. Безусловно, студенту повезло. Я вижу там вопросы про там тараканы в общежитиях, еще что-то. Мне кажется, что, ну, это такие бытовые вопросы. И ректор тоже правильно ответил, что тараканы сами по себе не приползают. то есть, как бы, тут надо тоже с двух сторон смотреть. И я тоже жил в общежитии. Я жил два года в общежитии, и там тараканов у нас не было, потому что, ну, мы убирались. Ну, опять-таки, да, и тут тоже можно сказать, что за один год отремонтировать все, там, за пять лет отремонтировать все невозможно. Начали с созданий, начали с тех мест, где учатся студенты. Я уверен, что и до общежития доберутся, ну, там, всему свое время. Очень рад, что вуз меняется, и меняется такое, в ногу со временем. Он становится современным, красивым вузом. И я очень этому рад. Согласен с вами по поводу вуза. Еще раз спасибо, что пришли к вам. Спасибо большое вам, что пригласили. Было очень интересно побеседовать. В гостях был первый заместитель председателя Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации Андрей Петухов. С вами был журналистка ФУ Роберт Хасанов. До новых встреч в рамках программы Смотрите, кто пришел. Редактор субтитров А.Семкин